Многодетная мама с пятью детьми оказалась на улице. Сложные отношения с мужем заставили Екатерину Каракулову собрать вещи, детей и бежать из дома. Сегодня молодая женщина живет в социальном приюте и пытается научиться жить самостоятельно. Каким видит свое будущее многодетная мать-одиночка и кто пришел на помощь, когда никого вокруг не осталось, узнавала Саргалана Захарова. Насилие в семье – тема, на которую в обществе не принято говорить. Женщины годами готовы терпеть издевательства и находить множество оправданий своим половинкам. В такой же ситуации оказалась и Екатерина. В течение 10 лет молодая женщина мирилась с грубым отношением со стороны своего же супруга. Жила, терпела, конкретно кулаками. Из-за чего это происходило? Да, он любую причину найдет. Не так ходишь, не так смотришь, не так одета. Любая причина. С рождением каждого ребенка Екатерина надеялась, что муж изменится и семья начнет жизнь заново. Но чудо не произошло. Ситуация только сильнее усугублялась. В какой-то момент она поняла, что продолжать так жить нельзя. И воспользовавшись отсутствием мужа, собрала детей и убежала из дома. Первым на помощь ей пришел известный доброволец Антон Васильев. Он и устроил ее в социальный приют. Помогает. Мы знакомы с ним с 2014 года. Вы тогда еще сможете жить? Да. Он постоянно нам помогал. И продуктами, и деньгами, и одеждой. О том, что девушка оказалась в приюте, в скором времени узнали и в управе автодорожного округа. Там она уже три года состояла на учете как малоимущая. Очень ответственная, воспитанная, исполнительная. Так характеризуют ее специалисты организации. Просто оказалась в такой ситуации, что в жизни же всякое может случиться. То есть просто не хватило ей где-то поддержки, может. И то, что не знала, куда оказалась на улице, грубо говоря, с детьми. Мы нашли пока что такую временную комнату. Потому что соцприют, она там может находиться до 27 октября. Ей и то продлили, получается, срок. И, как сказать, вот эта комната, она в общежитии. Несмотря на все трудности, Екатерина не сдается и надеется только на лучшее. Она планирует выучиться на парикмахера и стать независимой. Главная ее мечта – обрести свой дом и обеспечить своим детям будущее. Но кроме этого есть еще и другая. Своим примером показать другим женщинам, что терпеть насилие нельзя. Главное – решиться. Сарглана Захарова, Евгений Рязанский, НВК «Саха», Якутск.